В Бобруйске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. Через две недели осень вступит в законные права. Во дворах меняют теплотрассы, а предприятия и организации города получают паспорта готовности. Социалистическая студия 99, жилой комплекс «Восточный». Товарищество собственников позаботилось о комфортной зиме жильцов еще в середине лета. Инспектор энергонадзора проверяет состояние помещения, пунктов, системы электроснабжения и отопления. Ежегодно повирают манометрик, они ежегодно повираются, сдают, есть специальная служба, метрология, которая смотрит, чтобы они работали, показывали точное давление. Во время приемки объекта специалисты смотрят контрольно-измерительные приборы учета и документы, мониторят выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывкам трубопровода. Здесь замечаний нет паспорта готовности на руках. После окончания отопительного сезона мы приступаем к работе над теплопунктами. Снимаем нерабочее оборудование, завозим ремонт, снимаем измерительные средства, при необходимости производим замену вышедшего из строя оборудования. Подготовку к отопительному сезону организации города начали еще 15 марта. Школы, детские сады, библиотеки, поликлиники и больницы – одни из первых получили паспорта готовности. Между тем, жилищно-строительные кооперативы, отмечают специалисты энергонадзора, медлят. Многие кооперативы уже, конечно, получили. Мы по области, одни из лучших в области оформления документации, получается, у нас уже почти 50%. Но темпы жилищно-строительных и жилья в целом низкие в этом году отмечаются почему-то. До 1 октября это предприятия, заводы, совхозы должны получить, а жилье должны получить до 1 сентября по решению местного исполкома. Для регистрации паспортов необходимо обращаться на Комсомольскую 51. А здесь же можно получить консультацию специалиста. В 2020-м, к слову, документы оформляются по-другому. Метеорологический стандарт для включения отопления, напомню, когда в регионе на протяжении пяти суток температура воздуха не поднимается выше плюс восьми. В Бобруйске в прошлом году тепло в батарее поступило 23 сентября. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.